Если мы посмотрим политику, которую проводят венгры, которую проводят румыны, которую проводят поляки, тут у нас масса у патриотов, да, в кавычках, вызывает истерику буквально выдача паспортов на неподконтрольных территориях, но они забывают, что сотни тысяч паспортов венгерских, польских и румынских выдано за последние годы, а венгры на сегодня кредитуют Закарпатье, по-моему, в размере 50 миллионов сроком на 30 лет беспроцентным кредитом под строительство инфраструктурных объектов, дорог, аэропорта, но люди себе строят, это же очевидно. То есть все понимают, что Украина с ее политикумом, с ее властью, это такой себе фейл-стейт, и он рано или поздно развалится, вопрос, что выступит катализатором. Нас же просто приучают к тому, что президент у нас, ну, веселый, скажем, да, в Верховной Раде находятся очень интересные Коли Тищенко, да, и Патураева, и все остальные. То есть нас приучают к тому, что мы не любим основу государственности. То есть нам буквально подсовывают персонажей, которые, думаю, наталкивают людей на мысли, что может быть оно и к лучшему, я уже такое слышу, да. Хотя, друзья мои, чем меньше будет Украина, тем меньше у нее шансов быть успешной. То есть нам нужна наша страна в наших границах, к которой мы привыкли, и нужно сейчас, ну, уже наконец-то включать мозги и давать оценку и действиям власти, и отдельных политиков для того, чтобы сохранить тот потенциал, который нам передали наши предшественники. Продолжение следует...